Как-то раз в расстроенных чувствах от происходящего общался с своим другом-священником. Он меня долго слушал, а в конце сказал, «Пугаться происходящего вообще не надо. То, о чём ты переживаешь, в большей степени от тебя не зависит. Ты не можешь эти обстоятельства отменить или игнорировать. Ты можешь их только принять. И лучше принять их, как посланные от Бога для нашего спасения. А раз от Бога, значит, какими бы они мрачными ни казались, они будут нам во благо. Пусть без благодарности, но принимай хотя бы без ропота. Это уже полдела. Если не хватает мужества на себя, надо постараться быть мужественным для тех, кого мы любим. Для жён, детей, родных, близких. Они смотрят на нас, надеются, что как бы плохо ни было, мы их защитим. Человеку может казаться, что он слабый, ничего не может. Но на войне слабых нет. Все мы воины Христовы по своему призванию. Раз войны, наше дело – воевать и сражаться до победы. Молодушие – это плохо. Это грех. Нельзя никогда забывать, что Бог за нас. И Он нас спасает. Духовная жизнь без подвигов невозможна. В ней нужно мужество, терпение и труд. По-другому не победить. А дезертиру на войне всегда плохо. Бог помогает, когда, несмотря ни на что, человек не сходится в своё пути, идёт вперёд. Когда падает, изнемогает, его Бог поднимет и подаст сил. Митрополит Суровский Антоний говорил, что начать молиться – это как войти в клетку с тигром. Не с плюшевым, игрушечным, а самым настоящим, страшным и злым. Но если человек ищет Божьего, Бог ему обязательно поможет. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok